Билеты Ничего не оставалось делать, как согласиться с этим, я сказала, Анна, продавайте билеты, и вот они их продавали, и аншлаговые были спектакли, я согласилась на договор, который, знаете, мне люди объясняли, что никогда не проверишь, мне предложен был процент от продаж, и, конечно, невозможно эти сметы, мне на бумажке приносят, рисуют, сколько продано билетов, и якобы ползала пригласили простых людей, мы сделали спектакль другим, он стал новее, вот ты знаешь, я декорации полностью отреставрировала за свой счет, Я полностью приобрела реквизит для этого спектакля, свои костюмы были сделаны мною, вся пиар-компания была сделана за, ну, как бы, скажем так, вся компания была сделана моей именно пиар-службой, вот, и, ну, просто так мне было удивительно еще, что театр, театр вообще даже ничего не предпринимал для того, чтобы, ну, осветить это событие, чтобы привлечь внимание, то есть даже не были выпущены афиши, и я за две недели, когда узнала, что билеты только в две недели назад поступили, вернее, за две недели, поступили в продажу, я сама и с помощью своих дизайнеров делала макет этой афиши, и мы сделали как-то так, чтобы люди хоть узнали. Но самый главный конфликт, который начался, то есть, когда Иосиф Леонидович снял Саида с роли, дело в том, что я-то была вроде как здесь и ни при чем, и у меня были свои планы уже заранее запланированы, то есть у меня был тур с детьми в Краснодарском крае, куда я не могла не поехать. Я вернулась после этого тура за три дня до следующей предполагаемой премьеры 30 апреля, и что происходит дальше? Иосиф Леонидович предлагает мне любого партнера, только не Саида, ну, точно ставит мне условие, Настя, ты должна сыграть роль, или с этим, или с этим, или с этим. За три дня вообще нашелся другой человек какой-то. И я, как профессионал в своем деле, могу сказать, что, первое, я настолько часто встречалась с предательством и с обманом, что я просто не позволила себе предать моего партнера Саида Багова, с которым мы прошли целый путь вот этих противостояний, слез, мытарства настоящего в подготовке к спектаклю, отстаивания многих важных моментов сценических. Это был путь с человеком пройден, то есть эта роль мной была создана вместе с моим партнером Саидом, к 16 числу. И опять тоже мне ставится ультиматум, с кем угодно выходишь в спектакль, только не с Саидом. Но, ребята, я не являюсь штатным сотрудником театра ШСП. У меня контракт был на определенного партнера, на определенные два месяца премьеры и на определенные три премьеры в апреле, и пару спектаклей еще. Поэтому, опять же, невозможно было за такой срок приготовить новую роль и нового партнера ввести. Что с мой адрес ультиматумов, что если я не выйду на сцену, то будет мне объявлен какой-то не то что бойкот, а это называется так, что какое-то будет написано письмо в реестр. Знаете, какая-то формулировка такая некрасивая, недобропорядочного какого-то предоставления услуг. Вы знаете, я была в таком шоке, что мне будут закрыты все театры России на протяжении трех лет. Вы знаете, когда я получила это письмо, я так горько плакала. Я не верила, что Иосиф Леонидович его подмахнет. Это же такая несправедливость. Почему эти люди берут на себя право решать, нужна я в России или нет, со своими концертами, на которые невероятные усилия мне нужны. Так что я должна сказать, что поскольку мои отношения уже теперь приостановлены с театром, то спектакль «Первое июня», который продается с моим именем, с именем Саида Багова, он не состоится. И хочу заранее предупредить об этом.